Определение слоев. Это инструмент, который позволяет выбрать арматуру, либо группу арматурных стержней и назначить им соответствующий слой, который уже в дальнейшем в качестве общего параметра может быть использован при настройке видов и спецификации. Назначить слой, соответственно, если бы мы активировали этот инструмент, то мы бы перешли непосредственно к назначению своего слоя. Определение слоев. Здесь мы перейдем в окно конфигурации. Изначальные настройки, они представляют собой англоязычный интерфейс. Соответственно, верхняя арматура у нас будет обозначаться таким образом буквой Т, нижняя буквой Б и так далее. Также обращаем внимание, что для арматуры, созданной инструментом армирования по площади, у вас будет вот такое обозначение. Соответственно, для верхней и нижней арматуры инструменты отверстия и усиление торцов автоматически присваивают значение параметру, то, которое мы здесь видим. Соответственно, если мы хотим видеть не англоязычное обозначение, а, к примеру, русскоязычное, либо какой-то любой другой язык, то мы здесь пишем то, что нас интересует. Торцы, отверстия, к примеру, верхняя арматура, пусть у нас будет ВА, нижняя арматура НА и так далее. Заполняем все необходимые значения. После сохранения вы уже будете видеть эти конфигурации как в рамках текущего проекта, так и во всех последующих, которые будут создаваться на текущем компьютере. Если здесь не хватает слою и вы хотите создать какой-то пользовательский слой, то нажимаем на кнопочку «Добавить». И, соответственно, появляется возможность уже добавить пользовательский слой. Соответственно, прописываем то значение, которое вас интересует, и описание к этому слой. Таких слоев может быть неограниченное количество. И также обращаем внимание, что можно делать активными, либо неактивными те слои, которыми вы пользуетесь, либо не пользуетесь. Соответственно, можно держать некоторые пользовательские слои в резерве.